Эта улочка всегда в центре внимания. Здесь сосредоточились последние образцы деревянной Рязани, той самой, которую так пытались сохранить историки, краеведы, градозащитники. Предложений было немало, вплоть до организации музея под открытым небом и перевода улицы в пешеходную зону. Но реалии жестокие и милые сердца многих, облик Рязани резной постепенно угасает. Собственники так и не принялись за восстановление разбитой деревом крыши пряничного домика из усадьбы Попова. Недавно умер хранитель улицы 90-летний Анатолий Турбин, который жил в соседнем домике. Именно он добился охранного статуса усадьбы. Но городские власти в этом году решили преобразить улицу и начали реконструкцию дороги и тротуара. Благодаря чему из-под земли возникли каменные глыбы с историей. Экскурсоводы знают, что здесь как раз возле этого дома сохранились так называемые каменные тумбы, которые когда-то отгораживали тротуар от мостовой, соответственно. То есть такие парковочные столбики, скажем так, чтобы телеги не заезжали на тротуары. То есть мы об этом знали и все время, когда приводили сюда экскурсии, я всегда эти столбики показывала. Другое дело, что они были скрыты в траве и иногда, если не обратишь внимания, кажется, что это просто какие-то камни, которые лежат. Вес этих тумб 200 килограмм. Волонтеры из Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сумели полностью достать из-под земли лишь одну. Осталось поднять еще пять таких тумб. Одна из них требует срочного вмешательства, иначе ее замастят плиткой. Волонтерам необходима помощь с участием техники. Это возможно сделать быстрее и проще. Адский труд на самом деле очень тяжело физически. И справились они только вот с одним столбиком. Да, остальные по-прежнему пока еще в глубине. Хорошо бы было, чтобы помогли как-то техники, я не знаю, либо администрация города, либо какие-то спонсоры, чтобы эти столбики вытащить, выровнять, чтобы они уже во всей своей красе предстали здесь, на этой старинной улице. В настоящее время на улице Щедрина укладывают тротуарную плитку. Исторические объекты не демонтируют, но и не приводят в порядок. Такие столбики были характерны для городской среды 19-го, начала 20-го веков, но сохранились только здесь. Рязанские защитники памятников истории боятся, что старинные тумбы могут навсегда скрыться под новым покрытием. Поэтому приглашают единомышленников помочь.